Привет, сейчас мы будем делать пакет Tracer 11.4.3.6. Скачиваем инструкцию, сохраняем PDF-файл инструкции, сейчас он прогрузится. В общем, он прогрузится, когда интернет будет работать. Скачиваем ПК-файл, который тоже очень медленно загружается, и мы продолжим, когда все загрузится. Ой, стоп, не надо продолжать, потому что оно и так вроде быстренько грузится. Все, у нас открылся PDF, сохраняем его вот этой кнопочкой, сохраняем его на компьютер, и открываем с помощью Adobe Acrobat Reader. Что мы здесь видим? Здесь мы видим много полей. Нам нужно пропинговать, например, просят ping to default gateway, и мы должны ответить, удачный пинг или нет. Например, если удачный, пишем yes. И так сделать с вот этим всем. А потом понять, в чем проблема, и задокументировать, как ее решить. Вот, в общем-то, и все. Вам нужно будет это делать. Также это... да. Просто делайте все по очереди, и все будет просто. Я же просто быстро открою ПК-файл, который вам тоже нужно открывать. Вот. А, также еще не сказал, что здесь в PDF вам нужно будет все заполнить, и потом отправить его, сохранить, и отправить вместе с сохраненным ПК-файлом, который вот у нас открылся. Давайте вводим свое имя, вводим email, дополнительную информацию, подтверждаем. Все оно прогрузило. Открываем инструкцию тут, например. Вот мы видим здесь полную таблицу с айпишниками всех устройств. Нам нужно будет делать вот эти вот пинги. Потом проверять, в чем... понимать, в чем проблема, и настраивать разные устройства с этой таблицей. В ней все правильно, а вот устройства некоторые настроены неверно. Так, так как я уже говорил, вы это делаете все по очереди, а я уже знаю, в чем проблемы. Например, определите неполадки подключения узла ПК-1 к веб-серверу. ПК-1 не может пинговать веб-сервер, потому что на ПК-1 неверно настроен IP. Вот мы можем его открыть, можем закрепить эту штуку сверху, чтобы она не пропадала. И смотрим, ПК-1 здесь у нас вот такой IP, а здесь 168 и 172. Вот, заменяем 168 на 16. И остальное тоже можно на всякий случай сверить. Остальное все правильно. Закрываем и видим у нас 5 баллов из 15. Настраиваем дальше. Дальше у нас что? Так, секунду. Подключение узла ПК-2 к веб-серверу. Он тоже не может подключиться к веб-серверу, не может веб-страницу прогрузить, потому что у нас на ПК-2 не может получить так. Потому что у нас неверно задан дефолт ГТВ. Это мы можем увидеть в таблице. Вот он у нас. Здесь 16.1, а здесь 16.11. Справляем на 16.1, закрываем и видим 10 баллов. Просто делаем дальше. Все это я делал вручную, все это пинговал, отвечал в PDF-файле да-нет. И теперь просто показываю вам, чтобы это было быстрее. Дальше у нас ПК-А к веб-серверу и ПК-Б к веб-серверу. ПК-А не может подключиться к веб-серверу, потому что у R1 и ПК-Б тоже, кстати. Потому что у R1 неверно задан интерфейс. Ой, смотрите, мы открываем R1, чтобы исправить, и не можем зайти в CLI, командную строку. Поэтому нам нужно выбрать Connections, консольный кабель, подключить, например, ПК-1 через этот порт к консольному порту маршрутизатора. Открываем ПК теперь, терминал, здесь ничего не меняем, Enter, и заходим в наш маршрутизатор. Здесь просят ввести юзернейм. Сейчас у нас где-то здесь вот, юзернейм admin01, копируем, вставляем, и теперь пароль. CISCAN12345. Пароль ненадежный, такой не используйте никогда, но он здесь просто в задании. Confirmier Terminal, интерфейс G01. Этот интерфейс у нас настроен неверно, так как мы видим, что G00 у нас полностью работает все. Мы исправили на ПК проблемы, и теперь они могут открывать веб-сервер. А вот эти устройства не могут, значит интерфейс G01 настроен неверно. Поэтому мы его перенастраиваем. Пишем IP-андрес, берем из таблицы правильный андрес, вот R1G01, я его скопирую. Вставляем, и его маску под сети тоже вставляем. Enter. Он уже включен, скорее всего, на всякий случай включу еще раз. Хуже точно не станет. И мы видим, что у нас 15 из 15. Но также нас спрашивают, почему ПКБ не может открыть веб-сервер. ПКБ не может открыть веб-сервер, потому что у нас неверно настроен DNS-андрес на DNS-2 сервере. Но мы его перенастроить не можем, поэтому у нас 15 баллов из 15. И здесь, в конце, нам нужно сказать, почему не может ПКБ открыть веб-сервер, веб-адрес. И он не может его открыть, потому что неверно настроен DNS-сервер, который у нас находится тут. И его перенастроить мы не можем. На этом вроде как все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok